Светлану Лободу обвиняют в мошенничестве. Светлана Лобода самая голосистая из бывших участниц Фиагра. Ну то есть, конечно, там все были голосистые, но Света особен. Своей голосистки Светлана показывала налево и направо. Мы сразу поняли, что она талант. Как выяснилось, криминальный. Уже всё в порядке. Ты всё по-прежнему такая же попрыгунья-старикоза. Только учти, что лето красное, и ты уже пропела. Так что придётся тебе на 101-й километр отправляться. Ты меня за руку ловил, волчина позорный. Для Евровидения 2009, проходившего, как известно, в Москве, Лобода подготовила песню «Антикрайзис Гёрл» и «Троих танцовщиков в трусах». На номер украинской конкурсантки, по слухам, потратили 300 тысяч евро. В Евровидении Лобода не победила, а вот на деньги попала. Продюсер Света Александр Ширков заявил, что вложился в постановку и требует вернуть бабло. Не бери на понт, мусор. У меня не было продюсера никогда. Да, у меня был директор, менеджер, человек, который занимался партнёр по бизнесу. Ну, в общем, как ни назови, хоть горшком, а ИСП в суд подал. Сейчас мы с ним судились, мы с ним уже дружим. Помирились. Помирились, я ему даже помогаю по работе. Теперь он занимается, продолжает заниматься своими компьютерными технологиями, а я шоу-бизнесом, и теперь я сама руковожу своим процессом и своей работой. Ой, ведь как же ты, Свет, помогаешь ему в работе? Кофе варишь, убираешься в доме? Пыль протираешь обнажённой. Сейчас я помогаю ему выигрывать тендеры в определённых компаниях для того, чтобы он смог зарабатывать деньги. У меня есть очень хорошие, влиятельные друзья, которые могут нажать на правильные точки. Вот, видимо, эта фраза и стала ключевой в процессе примирения Светланы и Александра. Судебные тяжбы продлились недолго, и теперь бывшие партнёры дружат домами. Слава Богу, потому что, в принципе, обычно судебные процессы длятся многие годы, а у нас это было 8 месяцев, мы уже всё завершили, и теперь мы общаемся. Но там сумма, однажды мы с ним связывались, и он сказал о сумме в 300 тысяч евро. Ты подтверждаешь эту сумму? Ну, вам 300 тысяч евро, кому-то 3 миллиона долларов. Всё было очень по-разному, очень шатко и, в принципе, неоднозначно. Просто у человека была в какой-то момент не... как-то нарушена психика. Поэтому он совсем был в адеквате. Сейчас всё в порядке? Сейчас на любовь. Любил тебя, наверное, а ты... Жесткая штука, Мэри. Знаем-знаем, с незнакомцами не разговаривать, в машину к чужим дядькам не садиться, и с песочницей никуда. А то кругом сплошны извращенцы и сектанты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова